В Ухане зарегистрирован случай заболевания холерой. Жертвой смертельной болезни стал студент местного университета. В целях ограничения распространения заболевания в районе учебного заведения закрыты на дезинфекцию некоторые учреждения и помещения. Постоянно кто-то в мире чем-то болеет. Раньше об этом даже никто и не разговаривал. COVID-19 стал первой, по сути, пандемией, где СМИ внесли огромный вклад в общественные настроения. Нетипично. Два года все только и могли об этом говорить. Хотя до этого пандемии случались регулярно. Заболели люди. Да, сколько-то человек умерло. Но это естественный процесс. Всего ученые выделяют семь пандемий холеры. Одна из самых смертоносных, возникшая в 19 веке, унесла жизни более миллиона граждан Российской империи. Заражение, как правило, происходит через воду. При употреблении необеззараженной воды, при купании в водоемах, во время умывания, мытья посуды и пищи. Помимо этого, заразиться можно при употреблении морепродуктов, не прошедших термическую обработку. Та же оспа обезьян или вирус Марбурга, тоже сейчас два случая выявлено. Как бы регулярно, каждый год, два-три человека, то там, то сям, подхватывают такие инфекции. И к этому всегда относились, ну, Всемирная организация здравоохранения относилась всегда настороженно. Ну, работа у них такая, всегда быть настороже. Но обычный обыватель об этом, в общем-то, и не знал, и знать не хотел. Китай классифицирует холеру как болезнь класса А. В этот класс самых опасных заболеваний, кроме самой холеры, входит только бубонная чума. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Российской Федерации нет ни одного зарегистрированного случая. Ведомство приложит все усилия, чтобы не допустить завоз заболевания на территорию страны. Маргарита Михайлова, Никита Акиншин, Универньюз.